Приветствую всех зрителей своего канала. С вами снова я, Марина Соловьева. Сегодня я хочу поделиться вам секретом изготовления масла для рук, для тела. Я посмотрела очень много информации о том, что эфирное масло, базовое масло купила, но дело в том, что не будешь же масло наносить или носить с собой постоянно. И поэтому я посмотрела по инструкции, которые для какого типа кожи используются и сделала вот так. Я смешала часть масла вот в такой пузырек. Это я начала у себя пустой. В принципе, он был не пустой, но я вылила оттуда. Это из-под эмоксипина. Не видно вам. Пузыречек такой небольшой, удобный. Открывается и закрывается крышечка. И здесь есть как пупеточка для того, чтобы можно было капнуть. Я намешала сюда базовые масла и капнула те эфирные масла, которые мне понравились, которые используются именно для ухода за кожей. И использую его сейчас. Я его ношу просто в сумочке. И если я нахожусь не дома, но мне нужно капнуть масло на руки, я свободно достаю, капнула, растерывала. И аромат обалденный. И, в общем-то, если девочки, кого заинтересовало, можете сделать. Масла хранятся вот в таком сундочке. Для приготовления вот этого своего масла я использовала масло Бабасум. Видно, не видно, не знаю. Консистенцию вам сразу показывать. Вот Бабасум. Но оно у меня сейчас из холодильника. Вообще-то оно, если находится в тепле, то оно тает и оно превращается в обычное масло. Как подсолнечное, такое прозрачное. Оно не такой консистенции. В основном оно тепло в воздухе. Масло пальмы. Тоже оно идет консистенции. Все белое в основном. Масло шин или каретель. Как еще на нем написано. Ну, в общем-то, у него консистенция точно такая же белая. Но только то, что на ощупь, вот как бы их, когда другое, что они абсолютно все разные. И вот масло, масло манго. Тоже оно такое. Больше всех из этих масел мне нравится, конечно же, масло шин. Его даже можно просто наносить на лицо. На лицо, на руки. Оно придает сразу какое-то такое, по ощущению, бархатистое, что ли, приятное, приятно увлажненную кожу. И еще я хочу сказать по этим маслам. Ну, конечно, там везде указано, что нужно смотреть и сначала использовать, как бы капнуть немножко где-то на определенные места. Идет ли оно или нет. В общем, читайте все это в инструкции. А вот это вот масло из зародышей пшеницы и масло миндальное. Ну, они как подсолнечные масла. Такие жидкие. И поэтому я набирала вот эти все масла лопаточкой. Прозрачной стеклянной лопаточкой для глаз. Ну, в общем-то, можно хоть чем-то. То, что гораздо. Я их набирала и аккуратно вложила в баночку, в бутылочку. Потом растворить можно в горяченькой водичке, опустив бутылочку и все оно растает. Потом уже, когда наносим, туда добавляем масло зародышей пшеницы, миндальное и вот еще масло жижаба. Когда я все это смешала вместе, то оно вот уже не, так скажем, если вот оно в сумочке у меня лежит или просто в комнате стоит, то оно не застывает. Оно вот в таком же состоянии находится. И еще нужно туда добавить масло. Так оно называется. Очень ароматное. Мне очень оно нравится, поэтому я его сделала. Еще можно использовать масло пачули. По ощущениям не скажу, что оно очень приятное. Хотя в инструкции указывается, что оно используется при изготовлении дорогой парфюмерии. Но если его совсем-совсем, может быть капельку, то будет более стойкий, наверное, может быть аромат. Еще масло нироли. Нравится. Очень приятный аромат такой у него. Ну и иланг, иланг. Иланг, иланг у меня очень доброе. Масло уже взяли для пробы. Вот оно, пробничек такой. Аромат, конечно, вообще волнующий, нежный. Именно вот. Розы. Даже если капнешь в аромовую лампу, то совсем-совсем вообще капельку. И такой аромат разносится по комнате. Прекрасный. Еще я приобрела масло сандал. Почему-то у меня, когда я слышала раньше сандаловое масло, такая ассоциация была, что с Индией в детстве смотрела индийские фильмы и думала, что сандал – это что-то такое вообще божественные какие-то ароматы. Но вот сейчас, как приобрела его, вначале в магазине мне показалось, оно пахнет как черной жвачкой. Потом дома, когда капнула в аромолампу, есть какое-то сходство с мастью Вишневского. В общем, такое необычное, необычный очень запах. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok